Начать с того, что я постоянно интересовался религией, постоянно интересовался тем же светским образованием. У меня была всегда такая потребность к знаниям, у меня такой голод был. Я что-то не знаю, мне хотелось это узнать, например. И всегда я стремился что-то новое для себя узнать, чтобы кругозор был обширнее у меня в мире. Не как узко смотреть на этот мир. Я всегда старался всех понять. Тех же, например, секты есть разные в религиозном исламе. В частности, Хизбут-Тахрир, Исламское государство, ИГИЛ, Хизбут-Тахрир, Джабхат-Мусра. Многие разные течения там есть. Мурджииты, Хавариджи. И всем мне всегда было интересно, что за секта, что она преследует, какая у них идеология. Я со всеми пытался общаться. Я такой общительный человек сам по себе. И у меня было очень много разных друзей. И с христиан, и с иудеи, и христиан. Многие разные. Тем же христианстве у меня были знакомые, которые разное течение придерживались. Молока они были, староверы. И бойцовская организация русских националистов. Со всеми поддерживала общение. Просто интересно было общаться с людьми. И как они смотрят, как они видят это все. И как таковой тот же личность, мой родственник, который побывал в Сирии, привернулся. И я в тот момент как раз изучал религию, пытался больше-больше углубленнее изучать это. Почему? Потому что очень много разных течений было. И все кто-то, каждый секта что-то свое говорит. Я понимал, что не может быть, что ислам, религия, она такая, как сказать, очень много течений. Не может быть, что ислам, она всегда какой-то один смысл, одна дорога должна быть. Не должно быть там, сколько там, сто дорог, короче, к этому. И я пытался, интересовался, общался с людьми. И в том числе с моим родственниками, которые побывали там, вернулись. Я общался с ними. Они были сторонниками исламского государства, там, ИГИЛа. И вот у меня с ними тоже общение было. И какие-то взгляды, да, какие-то моменты были у них из ислама, да. И какие-то очень много моментов было, которые как-то с исламом не совпадали. И вот на этой теме тоже у нас очень много было дискуссий. Но факт в том, что это мой родственник, а у нас, как по традиции, да, там, какой бы родственник ни был, его поддерживают. Я не мог там не поддержать его в чем-то, там, если он не обратился, человек, любой, какой бы человек ни был, обратившись за помощью, я всегда отзывался на эту помощь, помогал, да, там. Ну, и вот тот человек, мой родственник, вернувшись туда, он там особо, там, никаких поручений, ничего не давал, просто просил, там, отвези меня туда, можешь отвезти, там, сюда привезти, там, там, есть, там, сумка, там, забери просто, привези сюда. Ну, я там не залазил в эту сумку, там, чего там, ну, не интересовался, просто привез, отвез, там, отвез, ну, вот такими моментами, да, занимался. И, учитывая то, что они были в розыске, они не могли передвигаться, да, да, знал я. Ну, как сказать, моя проблема в том, что я никакие органы не обращался, не говорил то, что они, вот, вернулись люди, там, то. Ну, для меня это было слишком, этот, низко, короче, чтобы поступить таким образом. Я, ну, в любом случае, человек, который делает противоправные действия, рано или поздно он выявится, и сотрудники, в любом случае, постучаться к нему в дверь, ну, так размышлял, да, и просто то, что я не хотел быть причиной того, чтобы сотрудники постучались к нему в дверь. И в итоге все равно произошел этот момент, о чем было. И вот, тем самым я тогда был уже в Москве, ну, как сказать, я пытался как-то не пересекаться с этими людьми больше. Я, там, уезжал в Сочи, жил долгое время, чтобы они, ну, и просто там позвонят даже, может, там, сделать, я извини, там, брат, я, там, не дома, короче, там, как-нибудь сам, там, избегал, да, этих моментов. И, в том числе, вот, последний момент, вот, как раз я уехал в Москву с тем же человеком, который мы, как сказать, вот, у меня по делу проходит человек, который, вот, он, ну, мы с ним общались тоже очень много. И он преследовал такие же мысли, да, вот, я ему объяснял, вот так, вот так, смотри, по исламу же, это же неправильно, это так, неправильно, так, он говорил, да, говорит, ну, задумываться начал, да, человек тоже очень. И была такая, как сказать, ему дали поручение совершить теракт, там, в Москве. И он сразу согласился на это, и, опять же, потом он, как в ходе, потом мне объяснил, то, когда мы даже ехали в Москву, он мне за это ничего не говорил особо. И когда мы уже приехали в Москву, там, он мне объяснил то, что, как сказать, вот, у меня было поручено такое-то дело, и надо как-нибудь оттянуть это, чтобы этот, как сказать, оттянув это дело, как-нибудь, может, это, ну, за ненадобностью потом уже не надо будет ничего делать. И, как бы, из-за того, что уйти с этого, как сказать, как его общества, в котором он находился, он так не мог просто выйти оттуда и сказать, а пошел домой, короче, не получалось. Он уже, там, погряз, уже конкретно, он там побывал в Сирии, вернулся, там, у него очень много этих моментов было, то, что его держало, там. И в итоге, вот, мы уехали с ним, и долгое время не прошло, и вот тех, кто, в каком группе он участвовал, их там, трое их было, там, оказалось сопротивление, и их убили. И в этот момент мы были в Москве, как раз и на следующий день к нам пришли уже сотрудники, и нас задержали. Мне отдали 12 лет строгого режима. Почти уже 7 лет я уже отсидел, еще 5 лет осталось. С самообразованием занимаюсь, изучаю, там, языки, сейчас, ну, более углублен арабский, там, английский, и сейчас, вот, недавно тоже начал испанский язык изучать, ну, как-то все, ну, чтобы времени зря в пустую не проходило, то, что нахожусь здесь, да, там, деградировать, более, как сказать, освободиться, там, не просто отсидел свой срок и вышел, а чтобы освободиться уже каким-то, там, кладом знаний каким-то, освободиться и освободившись, приносить пользу, там, для общества, да, там, что я могу, чем я могу помочь, там. Я женат, у меня трое детей, периодически переписываемся, созваниваемся, и хочется более чаще общаться, более чаще видеться, как сказать, тем более учитывая то, что у меня растут трое малолетних детей, там, повлиять на их невоспитание как-то, ну, нести свой вклад, да, как и отец, то, что у меня есть мать и отец тоже, и, как бы, тоже, учитывая то, что я по исламу у нас, надо быть, как сказать, послушным, добрым отношением с родителями, там, пока они живы, хотелось бы тоже, и то, что они мне дали в детстве, то, что, как они вырастили меня, вот, все, за все поблагодарить, да, тем самым отблагодарить их, их нестарости, сделать все, что в моих силах, там, помогать им всегда. Но, увы, пока нахожусь здесь, и, как сказать, ничего этого пока у меня не получается. Единственное, чем, добрым словом, пока могу поддержать как-то, за семь лет, которые нахожусь здесь, в системе, много, очень, как сказать, много о чем задумывался, много чего переосмыслил, да, там, и свои планы у меня, там, на будущее, и, как сказать, ну, хочу сказать то, что, да, в каком-то моменте, если бы я не попав сюда, может быть, я не открыл глаза, да, на так ясно мне не виделось бы многие вещи, которые, но, как сказать, свой, ну, какой-то плюс сыграло, да, мне то, что я попал сюда. Ну, у меня есть определенные планы, цели в жизни, да, которые я хочу достичь, там, закончить обучение, закончить, взять высшее образование, там, в университете. Ну, я думаю, это не поздно, все равно некоторые, конечно, думают, там, уже 30 лет, там, куда еще стремиться, ну, все уже, там, уже, я думаю, как еще все впереди, думаю, надо просто развиваться и стремиться к лучшему всегда. Я хочу сказать, чтобы люди задумывались, изучали свою религию, и светское образование получали, и религиозное образование получали, чтобы более, кругозор был более обширный, и понимали, да, там, религиозные моменты, которые где-то, чем можно, что нельзя, и чтобы они, как сказать, не следовали, там, первому встречному, там, крикуну, который, там, красноречиво излагает, да, там, те же аяты, хадисы, это на свой лад трактует, которые. Это всегда все зависит от того, от невежества человека. Когда человек невежественный, там, в религии, там, невежественный, там, в любом, там, образовании, да, там, он очень узко мыслит, и в него, как сказать, можно впихнуть что угодно, и этот человек будет следовать этому. А когда человек задумывается, чуть-чуть стремится что-то узнать, изучать, и его очень, ну, трудно бывает забить, как сказать, ему какую-то ересь, там, голову уложить. Почему? Потому что он понимает, что это ересь, он видит черное, черное, белое, белое. А человек, который не знает, куда он следует, какой цель, он преследует, там, не знает, что делает, никаких религиозных знаний нет, в школе не учился, ничего там, ни институт не закончил, ему, вот, такой человек, он, как, как тесто его, как хочешь, лепи, из него, что хочешь, что угодно получится, короче, вот они, тем самым, вот, эти красноречивые крикуны, которые в ютубах, там, в всяких видеороликах, они, и вот этого принципа придерживаются, то, что человек видит необразованный, там, тупой, да, там, все, поэтому это, это мой клиент, все, и давай ему, там, рассказывать, и все, и направляет его, куда уже хотят. Поэтому, чтобы этого не произошло, я хочу сказать, чтобы молодежь, всегда, там, не в зависимости, там, мусульманин, не мусульманин, стремился к образованию, стремился, как сказать, более истинно, да, там, задумывался обо всем, и пришел к тому, что, ну, исследовал, там, всяким крикунам, там, и красноречиво, излагающие свои, там, слова, там, разным ученым и тому подобное. Спасибо.